Очень долгое время армянское правительство, команда того же Арайка Арутюняна, готовило мероприятие, которое вчера открылось в Ереване, которое будет проходить вплоть до 23 апреля. Все эти дни Армения готовила это мероприятие для того, чтобы люди на экране увидели красивую картинку, увидели уровень организации мероприятия, для того, чтобы весь мир посмотрел, как мы каждое мероприятие достойно проводим. Я очень сожалею, что какая-то часть людей ничего так и не поняла, то есть прошло 28 месяцев, ничего так и не поняла эта часть людей. Мы, отдельные люди, которые радуются сожжению флага, не могут даже представить, даже не могут на секунду представить, потому что в них нет никакой доброты, никакой человечности. Они не могут представить, как каждый такой шаг нас отдаляет от спокойной, мирной жизни. Причем с обеих сторон, не только с армянской, именно с обеих сторон. Как каждый шаг нас отдаляет от гармонии, от мира. Люди не могут представить себе, что в Армении есть 178 приграничных сел. Люди не могут себе представить, что по всей границе Арцаха, никто Арцахцев не защищает. Вот 28 месяцев публикуют информацию, что российские миротворцы зафиксировали стрельбу, они разбираются. Теперь представьте себе, что каждый такая история, сколько ненависти порождает в тех людях, которые стоят 24 часа с оружием в руках. Вчерашняя акция это испорченный имидж Армении, как страны, которая открыла это мероприятие вот таким инцидентом. Пусть никто не думает, что это пустяк. Теперь весь мир будет видеть кадры, как мы сжигаем флаг на спортивном мероприятии. Понимаете? Те, кто радуются, чтобы они знали. Теперь весь мир смотрит на нас, как людей, которые не могут организовать мероприятия. Чему радуются отдельные люди, я не знаю. Я так понимаю, что все забыли, что у нас 90 церквей находятся в руках азербайджанцев, в Гадруцком районе. Что у нас в Гадруцком районе тысячи хачхаров. И гордиться надо не людьми, которые сжигают чей-то флаг, а задать надо вопрос, а как так получилось, что все забыли, что у нас 90 церквей в Гадруцком районе? Забыли, да? Забыли? Скорее всего, это даже проделки Карабахского клана России и Дашнаков. Сожжение флага. Россия безумно счастлива, да? Потому что, когда мы говорим, что Россия и российская власть это варвары, да? Россия теперь будет говорить, посмотрите, Армении тоже сжигают флаг. Какой это цивилизованный мир, если они сжигают флаг? Иди теперь доказывай, что ты цивилизованный. 28 месяцев мы публикуем заявление сенаторов, конгрессменов о том, что Азербайджан себя ведет как варвар и закрыл нам дорогу. Теперь азербайджанцы и русские будут показывать, что мы сжигаем флаги. Это не уровень, это не смелость. Причем, что меня поражает, из России много армян пишут. Да, это правильно. Армяне России, если я не ошибаюсь, массово сидят в азербайджанских ресторанах. Что вы там делаете, ребят? Если вы так ненавидите этот флаг. Вот в этом году все пятницы и субботы, все банкетные азербайджанские комплексы в Москве, все забронированы армянскими заказчиками. То есть армяне десятилетиями бронируют все залы азербайджанских банкетных комплексов. По триста, по четыреста человек кушают там, пьют, веселятся. Если вы так сидите в телеграм-каналах и ненавидите этот флаг. Почему все азербайджанские банкетные комплексы занимают армяне и транжируют там миллиарды? Почему вы в телеграм-канале не пишете, что это позор? Если вы не противоречите себе. Почему армяне в телеграм-каналах Карабахи и России не пишут, что это позор делать свадьбы в азербайджанских банкетных комплексах? А я напомню всем, кто вот в Армении живет, что все азербайджанские комплексы забиты армянами. То есть армяне берут эти залы и с удовольствием хихикают, смеются с азербайджанскими официантами. Дальше. На всех рынках Москвы армяне работают с азербайджанцами и по всей России. Вот я даже скажу, что у меня есть знакомые мужики из Арцаха, которые были вранены во время войны. Они прямо сейчас стоят на одном ряду с азербайджанцами в рынках Москвы. Как можно сидеть на рынке, работать с азербайджанцем и там же писать, что этот флаг правильно сделали, что сожгли. Это и есть лицемерие. Правильно? Как мне кажется, это очень большой уровень лицемерия. Когда кто-то блогеров или журналистов обвиняют в том, что мы агенты, мы не сидим в ресторане с азербайджанцами и мы не сидим на рынке с азербайджанцами и не торгуем, как это делают миллионы армян в России. Мы не продаем в магазинах азер-чай. Мы можем общаться, отвечать на комменты, сообщения в фейсбуке и все. Но я напомню, что многие армяне продают азер-чай. В том же Ставропольском крае армяне огромные деньги делают на азер-чай, продавая азер-чай. Армяне продают абрикосы азербайджанцам оптом и с ними делают дела. А что же вы там не сжигаете их, если вы такие смелые? Ну почему? Почему? Если этот мужик в шарфике такой мужественный, или вы говорите, дошнаки, карабахцы там смелые. А что 28 месяцев прошло? Кто из вас пошел, как смертник, умер в соседней стране, отомстив за потерю Шуши и Гадруйского района? Ну если ты мужик, да? Ты же говоришь, что ты мужик. Кто? Хотя бы одного мужика покажи, кто за 28 месяцев пошел и одного генерала взорвал азербайджанского. Если ты мужик, если ты не пидовка в шарфике, иди взорви себя возле генерала какого-нибудь, который убил сотни и тысячи наших парней. Если хамеки такие герои. Если хамек себя считает героем, иди сделай героический поступок, если ты такой герой. Или это самый верх, это потолок, да? Вот как ехидно пойти сжечь чей-то флаг. Это что, героический поступок? С чего вы взяли? А Россия сегодня рада, Россия счастлива. Россия всю жизнь была заинтересована в том, что у нас была война, да? И Россия потирает руки, говорит, молодцы армяне-азербайджанцы, давайте, сжигайте друг другу флаги. Сейчас азербайджанцы поломают нашу церковь, скажут, видите, армяне-азербайджанцы разрушают вашу церковь. Все такие тупые, да, этого не понимают. Я еще раз говорю, это не мужество. Это не мужественный поступок. Если бы он был мужчиной, нарожал бы детей и жил бы в Арцахе, в приграничном селе. Если бы этот парень шарфиком был бы мужиком, нарожал бы троих сыновей и жил бы в селе приграничном. Что же ты работаешь на телеканале хамек? Иди живи в селе Арцахе, если ты мужик. Если ты хочешь защитить армянский флаг, не в шарфике с толстыми губами сжигай флаг. А иди живи в приграничном селе, докажи, что ты мужик.